Замуровали соседи. Замурованный выход из дома стал местью одного соседа другому. Место скандального действия – многоквартирный одноэтажный дом барачного типа в Арнаймском районе. У каждого жителя свой выход из своей части дома, и вот одной семье этот выход замуровали. Открыла дверь, и в итоге... Здесь забор, тут забор, здесь мою обшу. Ходили, обычно вот эта вот дорога он ходил. В итоге ребёнок зашёл домой, я ему открыла окошечко, поставила табуреточку вот сюда вот. Он на подоконник, с подоконника спрыгнул туда и пошёл в школу. Вот так вот нынче у меня выходил ребёнок из школы. Мой выход из квартиры, вот он. Утром вот такой вот забор. Получился тупик вот здесь, вот видите, квадрат. Вот этот вот. Когда я купила эту квартиру, мы здесь ходили, значит, с 2015 года. Сейчас что-то нам не понравилось, мы перегородили забор. Они, понимаете, поставили веранду с выходом на мою территорию. При этом, ну она у меня облагорожена, там цветы и всё такое. Ну они ходят тут. Детей много, фантики, бутылки. Я взял и закрыл. Какие бутылки я не прятал? Вот ты раз видел бутылки, блядь? Я тебя несколько раз видел. Какие бутылки? Это знаешь, кто прячет бутылки? Андрюша прячет, ты прекрасно это знаешь. Тихо, тихо. Я с человеком скандальцем не хочу. Я не скандальный человек. И скандальцем с ним не собираюсь. То его музыка не устраивает. Время 10 утра, он убавьте музыку, убавьте это. Современная колонка, если они её включают, а включают они её часто, вообще часто. Все три семьи, начиная с детей, отмечают все праздники здесь. А мы это должны слушать. Я же не виновата, да, у меня родни много. И у каждого, каждый день рождения, праздники, да, все гуляют. Но я гуляю в меру, я, наверное, знаю. Я закон не нарушаю. А если они привыкли в тишине жить, до нас 5 лет жили в тишине, так ну извините вы, если вам что-то не нравится, вы подойдите, объясните. Так вы так проучить хотели? Да. Да. Проучить. Ну, в конце концов, если они ходят, ну это же несправедливо. Вот они, они ходят, топчут туда, мою землю, можно сказать так. А я почему-то должен смотреть на них. Я вам покажу второй вход, вот как он сказал, можно ходить через второй вход, я вам сейчас покажу. От дома до той калетки, да, 20 метров. А если мы сейчас пройдём, то да, тут, наверное, ну, 500 или 600, ну так вот прилично, сейчас обойдёте, увидите. Это куда вход? Это вход туда, в мою квартиру. Это вот я вам показала, как должен идти мой ребёнок в школу. Путь. Ребёнка. Кстати, пока добровольно демонтировать заборы, соседи отказываются. Это значит, что сначала будут штрафы, а потом местные власти планируют обращаться и в суд. Ребёнка. Продолжение следует...